Тему мы обсудим с Александром Осовцовым, российским оппозиционным политиком, членом Совета Съезда Народных Депутатов. Я приветствую вас, Александр. Добрый вечер, Аркен. Здравствуйте все. Мы каждый раз, обсуждая решение Государственной Думы Российской Федерации, сталкиваемся с такой дилеммой. А вообще стоит ли придавать значение тому, что этот парламент решает? Но в данном случае, мне кажется, стоит. Это касается огромного количества людей. Что это? Устрашение или реальная мера, которую они будут применять? Это и то, и другое. В принципе, все такого рода решения, я бы, кстати говоря, не употреблял слово парламент. Но Госдума, да, это официальное название. Парламентом она, разумеется, не является. Теперь, по крайней мере. Значит, принимает решение такого рода тогда, когда принято уже решение наверху поставить те или иные действия на поток. Вот в этом разница. В принципе, репрессии в России осуществляются или в режиме просто произвола, или в режиме узаконенного произвола. Вот два варианта. В режиме просто произвола, вот я сейчас с вами разговариваю, я вам могу сказать, что у меня лично сколько-то лет назад оставалось в России совсем немного домик в Карелии. Очень старый. Там вся ценность была в том, что это был очень старый участок, нарезанный еще в 40-е годы. Поэтому у него был просто выход к озеру. Он был на берегу, что впоследствии запретили. Окей, я его тоже собирался продать в Россию, мне уже ехать было, скажем так, небезопасно. Но, тем не менее, он взял и исчез из кадастровой книги, как мой, и стал приближать Карельскому комитету по имуществу. Просто вот без всяких объяснений. Помимо этого, позже уже сравнительно недавно, года два что ли назад, мне перестали платить депутатскую пенсию. Я был депутатом Госдумы, мне больше 60 лет, уже и больше 65, мне положена пенсия. По российским понятиям, довольно неплохая. Ее просто перестали платить, а я, соответственно, исчез из соответствующих списков. Вот это произвол. Произвол осуществляется по отношению к тем или иным, конкретным, выбранным для этого людям. А теперь это будет узаконенный произвол, то есть поставленный на поток. Когда начнут изымать все, что захотят, у любого, у кого захотят, кого просто включили в соответствующие списки. Вот вы читали некоторые основания для этого, для этого вида репрессий. Вот я вам могу сказать, что помимо того, что я иноагент, по их мнению, я участник нежелательных организаций. Это из того, что вы назвали, точно ко мне относятся. Съезд народных депутатов объявлен нежелательной организацией в России. Могут изъять все, что угодно, если бы оно у меня было. Ну, про себя я рассказал. Они уже все, что могли изъяли, даже пенсию не платят. Ни копейки. Так что мне это лично не страшно. Но существуют сотни, как минимум, людей, потому что в списке тех же иноагентов сейчас человек 700, что ли, уже. Вот коллеги сейчас собираются завтра, по-моему, в Берлине. Всем привет, если кто смотрит. А в нежелательных организациях состоят, вероятно, тысячи людей. А по фейкам, как известно, по этой статье, можно привлечь просто любого, кто высказался иначе, чем доздраствует наше СВО, лучшее СВО в мире. Вот за любое другое высказывание можно привлекать. И так далее, и тому подобное. Это узаконенный грабеж. Или, как говорят юристы, абсолютно неправовые законы. Ну, собственно, они, вероятно, и имеют в виду, вот мы спросили, и угрозу, и, разумеется, исполнение тоже. Сейчас начнут чего-нибудь изымать сначала у немногих, а потом как решат. Это произвол же он не знает границ, не знает пределов, не знает тормозов. Это его закон. Все это помнят. 30-е годы в Советском Союзе, в Германии, в любой фашистской диктатуре. В России фашистская диктатура, произвол не знает границ. Что же теперь делать? Срочно продавать, переписывать, если у кого-то что-то остается еще в Российской Федерации. Я имею в виду, опять же, тех людей, кто уехал. Мы даже трудно представить, как чувствует себя человек внутри страны, не поддерживающий все это. А вот если ты уехал, срочно переписывать, продавать, перерегистрировать. И кто даст гарантию, что если ты на своих ближайших родственников не переоформишь свое имущество, в конце концов и родственников не начнут привлекать, как в свое время родственников врагов народа? Послушайте, никаких гарантий, вот вы угомянули слово гарантии, никаких гарантий нет и быть не может. Потому что я же сказал уже, произвол, произвол границ не знает. Значит, можно пытаться, разумеется, лучше, ну, как в прошлом российский адвокат, я бы посоветовал, если бы у меня были такие клиенты сейчас, проделать какие-то более сложные операции, скажем, фиктивную продажу не родственникам, а каким-то де-юре посторонним лицам, таким, которым можно доверять, чтобы они потом сначала предоставили это имущество в пользование неформальное, тем родственникам, которым надо, а потом, может быть, им в свою очередь перепродали, подарить трудно, если это не близкий родственник. Это будет связано дважды с уплатой налога, но это какой-то способ, который, может быть, застрахует. Но, может быть, да, может быть и нет. Слушайте, только вчера была достаточно нашумевшая и в соцсетях, и в Украине, я видел, были публикации, и в Израиле много. О Би-2 в Таиланде. Российская Федерация требовала депортировать в Россию даже тех людей, которые из этой группы не являются гражданами России. Вообще. Человек-гражданин Израиля, депортируйте его в Россию. Вот это очередное, просто последнее по времени из ярких, свидетельство того, как в России представляют себе закон. Когда приходит официальное лицо, консул Российской Федерации в Таиланде, и требует того, что с точки зрения международного права является полной дикостью. Так разница между Россией и даже Таиландом в данном случае в том, что там эта дикость сработает. Поэтому тот путь, который я назвал, он де юре вроде бы и должен защитить, но совершенно понятно, что так же, как меня, не защитил никакой закон. Ни с домиком в Карелии, ни с пенсией. Так же он не защитит никого в России от произвола власти, от произвола фашистской диктатуры. Прошу прощения за повторы. Вот и представлялось, что главная цель российского путинского режима вытеснить просто несогласных. Вот открытые границы, как буквально на днях в одном интервью мой гость сказал, этим отличаются авторитарии, они просто вытесняют врагов за границы своих полномочий, своего влияния. И теперь, вот вы, спасибо, что вспомнили ситуацию с Би-2, теперь кажется, что этого мало, путинизму. Они хотят не просто вытеснить, но и отомстить. Вообще, вот это слово месть, насколько оно сейчас актуально для реакции режима? Абсолютно актуально. И слово, если не месть, то возмездие, они повторяют постоянно. Это же немыслами его сейчас придумали в этом контексте. А что касается того, что было и стало, то давайте вспомним. Сначала гитлеровцы тоже ставили вопрос о том, чтобы выселить евреев из Германии. И вели соответствующие переговоры. Там возникала тема, сейчас об этом забавно вспоминать, переселить всех евреев на Мадагаскаль. Совершенно серьезно. Это был проект, который обсуждался между Германией, Францией, и Польша вмешивалась в эту проблематику, с позволения сказать. Потом, когда в 1938 году состоялась авиантская конференция, и выяснилось, что никто евреев из Германии и Австрии уже не собирается ни одна страна к себе пускать. Ну, сам Гитлер написал после этого, что, ну все, раз они не хотят, дальше я цитирую, с евреями можно теперь делать что угодно. Вот и сделал, что ему было угодно. То же самое и здесь. Сначала хотели вы вытеснить, аппетит приходит во время еды, а агрессивная диктатура существует только в режиме наращивания агрессии. Если агрессию не наращивать, то тогда она начинает терять энергетику и смысл извините ее поганой жизни. Так же, как это мы видим на примере агрессивных войн, сначала ограниченная агрессия в Грузию, потом большая агрессия в Грузию уже, потом ограниченная, как они, по крайней мере, считали в 14-м году агрессия против Украины, в 22-м году большая война против Украины. они на этом остановиться не могут. Но точно так же они не могут остановиться на любом направлении своей агрессии. Естественно, и против инакомыслящих в России тоже. Значит, не бывает такого, чтобы инакомыслящих начали преследовать антиправовыми абсолютно способами. А я помню, как первого парня мне знакомого убили в 2006-м году. Это были времена, когда мы создавали другую Россию с Лимоновым. И это был пацан Лимоновец Юра Червочкин. Я его помню и думаю, что все, кто его знал, тоже помнят. Его менты просто убили. То же самое было потом уже на более ярких примерах. Борис немцов. Ну, что сейчас перечислять? Сейчас гибнут тысячи людей. И, разумеется, репрессии внутри страны будут более жесткими. И, естественно, они не ограничатся попытками забрать из Таиланда музыкантов. Они, прежде всего, вы посмотрите, что с Володей Кармузой. Вон, 26-летняя Дарья Трепова, я сейчас даже не обсуждаю, что она сделала, не сделала, дали 27 лет. По-моему, может быть, кто-то из юристов меня поправит. Это первый случай, когда человеку дали лагерей больше, чем он прожил на этом свете. Вот если, я в это не верю, но если она отсидит весь срок, то получится, что она села в 26, а вышла в 53. Ну, это вообще, о чем это говорит? О том, что репрессии приняли характер почти тотального беспредела, а до просто тотального осталось даже не один шаг, но полшага, может, меньше. Да, спасибо, Александр Иванович. Юра Червочкина убили в конце 2007 года, в декабре. Он скончался, да, но это как раз в то время были марши несогласных, создавались попытки объединить оппозицию. Я очень хорошо, как вчера помню конференцию в Измайлове. Ох, много чего было, и надеюсь, что все было не зря, и рано или поздно этот морок и этот ворох бредовых решений Госдумы просто уйдут в прошлое. Спасибо вам большое за... Спасибо вам, до свидания. Спасибо, до свидания. Александр Осовцов, российский оппозиционный политик, член Совета Съезда народных депутатов, был гостем этой части эфира. Оперативные новости, эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok